я приветствую гостей канала и моих подписчиков в первую очередь хотел бы поблагодарить всех друзья мои вы не представляете сколько людей мне написало слова поддержки сколько людей мне написало на ватсап сколько людей мне звонило я благодарен всем кто меня поддержал не знаю отдельный привет киргизстану мне даже с киргизстана люди писали с якутии потом с узбекистана то есть стороны снг то есть очень благодарен вам за поддержку смотрите мой канал в общем много очень слова поддержки были говорили сергей ты какой молодец вывел их на чистую воду лжецов которые про тебя говорили плохие вещи в общем общем еще раз я благодарен всем кто поддержал друзья мои так что вот так вот идем вперед друзья работа кипит хотел бы там вот этим роликом хотел бы я чуть-чуть прояснить ситуацию просто камин комментариев много негативных на самом деле в нем мало кто хочет писать все просто звонят пишут мне там как бы на отдельно директ хочу я прояснить ситуацию по поводу этого зеленого фреда уже финиш я сейчас делаю я больше к этим возвращаться не буду я его общем отпустил эту ситуацию то есть все бог им судья клиент который я списался с хозяином непосредственно кто мне давал кто хотел эту машину купить он верит в общем этому максиму пускай верит это его дело я не собираюсь его уговаривать в общем машина в продаже друзья мои это зелененький фред он в продаже короче прошло время я ждал пока он там созреет я в итоге написал ему он думает что я мошенник я не знаю наслышался этого максима так что вот так вот друзья машина в продаже клиенты которые были этого машина у меня один прям сильно загорелся в общем он заказал другую машину не стал уже этого ждать пока этот созреет так что вот так вот но вот так друзья вот хотел прояснить об этом и зеленому фреду первые которые в комментариях отвечаю на комментарии этим видео друзья мои на негативные комментарии смотрите первое в комментариях пишут говорят вот типа типа вот я такой плохой я втюхиваю эту машину втюхивал эту машину максиму типа вот типа я хотел тульнуть плохую машину этому человеку первое друзья мы скажу сразу эту машину я ему даже не предлагал он сам там мы получатся делали красного он здесь жил получается почти месяц месяц жил и получается он сам выбрал эту машину ко мне подошел сергей вот зеленый фред он его четыре дня может быть неделю я не знаю сколько он щупал эту машину он щупал эту раму я не знаю что для себя здесь я думал для себя он все здесь увидел на этой машине опять что я не оправдываюсь сейчас опять я правда я не оправдываюсь просто говорю как есть для прояснения ситуации и не плачусь говорю сразу я не собираюсь плакаться ради бога у меня все хорошо смотрите он сам выбрал эту машину он сам подошел ко мне я эту машину не предлагал он сам щупал его сам смотрел он сам выбирал и он сам выбрал этом спустя там 20 жил здесь 20 дней потом выбрал эту машину поэтому на этот вопрос ага типа я втюхивал друзья мои они все хилом сам подошел предложил эту машину чтобы я ему сделал вот это ответ на этот вопрос второй момент по поводу качества работы вот я плохой тулю машинам плохие типа плохой ремонт на делом типа ему не нравится наш ремонт просто включите логику друзья мои вот он находится рядом с нами месяц делаем красную машину первую которую они забрали он здесь находился галл сергей вы все хорошо делаете у вас все качественно запчасти там все новое оставишь это его слова ему его устраивал наш ремонт логически рассудить если ему не нравился наш ремонт он бы не купил бы вторую машину бы не выбирал бы вторую машину спустя 20 дней он начал искать себе в здесь вторую машину значит ремонт его устраивал красной машины и что мы наставим на эту машину на его красную машину значит его это устраивает весь ремонт поэтому вопрос про некачественные запчасти про китайские запчасти этот вопрос отпадает потому что он сам же присутствует здесь друзья мои то есть он сам присутствовал здесь он сам как бы вот видел как мы что делали мы ничего не скрывали получается вопрос сам по себе отпадает то что типа я втюхивал ему там плохие запчасти якобы и делал плохо некачественно это отпадает тем что он здесь видел как мы сделали красную машину согласился купить вторую машину они согласились взять то есть его все устраивало друзья мои то есть грубо говоря его все устраивало но после того как второй раз прилетел на веселе сергей все нормально будем делать как увидел вот эту трещину в раме вот эту трещину то я не вернул им деньги все мы делаем плохо после этого друзья все все ужасно мы делаем не качество некачественно работники плохие мы я плохой я мошенник то есть грубо говоря до этого он приехал ко мне до трещины до того как он видел все было нормально и достаточно устраивало но сергей типа на красном фредди типа мы поехали в Иркутск конечно получился красном эти смеси сделали они уехали загрузили здесь в общем у нас поехали буженый в Иркутск у меня сергей красных типа зверь тянет там на гору там вообще понравилось как красные ital on после как приезжала рассказала мне первые дни к нам приехал и вот на красном поехали вообще офигенная машина в общем тянет ибо на городе Я сам не ожидал, что он так будет ехать Это его слова, то есть его все устраивало в красном Значит мы делаем все качественно А как только трещину увидел Все, мы и с задаток на вопрос не решился По их как бы желанию Все, получается Мы плохо делаем, после этого мы стали плохо делать Мы мошенники Краска облупливается И все началось, понимаете Вот так вот, это тоже вопрос отпадает сразу же Насчет честности продаж, друзья мои Смотрите Вот я вам сейчас задам вопрос А вы в комментариях мне отвечаете Хоть кто-нибудь Когда приезжал покупать машину Я имею в виду грузовую машину Имя про грузовики Хоть кто-нибудь, когда покупает машину Вот так вот, да, у клиента, у человека Который просто сам водитель, грубо, сам хозяин Приезжает покупать машину Хоть кто-нибудь колеса откручивал Хоть раз, смотрел что там у него в барабанах творится Там, как валы болтаются В каком социальной колодке Хоть кто-нибудь это делал Я считаю, что нет Хоть кто-нибудь, когда Машину покупал Хоть раз Седло откручивал Смотрел, что там под седлом творится В каком состоянии рама Хоть раз Кто-нибудь такое делал Я думаю, проценты очень мало Если кто-то делал, я не знаю Я не представляю Приехал смотреть машину И давай откручивать седло Смотреть, что под седлом Я думаю, мало кто такие вещи делает Хоть кто-нибудь Вот вы приезжаете машину смотреть Стоит, к примеру, фредлайнер Вам позволит продавец Снять на машине Хотя бы просто поддон Снять Можно, он говорит, моторы капитальные К примеру Человек показывает бумаги Вот бумага Вот капиталка Ну, бумага Написать надо что, что хочешь Бумага терпит все Хоть кто-нибудь вам Разрешить снять поддон Снять вкладыши Снять головку Вытащить гильзы на моторе Показать состояние блока Проверить головку Потом проверить форсунки На ваших глазах Проверить гильзы Проверить все остальное Не говоря, редуктор поросенок Хотя бы вытащить Вам кто-нибудь позволит Из продавцов так сделать Вот который, грубо говоря Просто не как я занимаюсь А просто обычный человек Который продает фредлайнер Он позволит вам такое сделать? Я думаю, что нет Друзья мои Вам никто не позволит Разобрать мотор Вот машина скажет Хочешь бери, хочешь нет И получается Я считаю, что Моя продажа Наша продажа машин Самая честная Я вот честно говорю Я не знаю Может кто-то еще Такими вещами занимается В России Я не знаю Но как мы продаем машины Друзья мои Так мало кто продает При нем Вот конкретно Давайте возьмем этого зеленого То есть Мотор разобрали Ему говорим Смотри, вот состояние блока Блок нарезали Видишь, как нарезали? Видишь, молодец Головку опрессовали Форсунки сам своими руками Отвез, все сделали То есть Все Какие запчасти Ставились в этот мотор Все в руках Держал все оригинальное На эту машину То есть Кто так Сделает Как мы У нас Я еще раз скажу Самая честная продажа Открытая Ничего не скрывали Ничего Не уходили Влево Не вправо Вот она машина Друзья Вот наши запчасти Стой Смотри Как мы все делаем Поверьте Друзья мои Эти люди Которые я втулил Говорят Тут все люди Которые В основном 90% людей Они все Дальнобойщики Все С машин Как бы Они все понимают Прекрасно Что хорошее Что плохое Они здесь с нами Находятся Для своего спокойствия Не все конечно Находятся Они все понимающие люди И все прекрасно То есть Машину всегда Все принимают То есть Если мы машину Им отдаем И они садятся Едут Значит машина От нас приняла Значит все это устроило Понимаете Да Что я говорю То есть Поэтому Вот Еще раз Вернусь Той теме Что у нас Самая честная продажа На его глазах Все мотор Разобрали Все сделали Все на его глазах То есть Я ничего не скрывал И любая другая машина То есть То же самое Все то же самое То есть Сейчас стоит у меня Белый фред Вот он с кубиками Видите Он есть у меня Обзор этой машины Я его показывал Он едет там На гору Вот клиент заказал Сейчас водитель Его также находится С нами Вот у меня на этой неделе Два оформления Вот у белого забирают Он был без обвеса А сейчас уже Вот обвес на него поставили Вот В общем Вот так вот Вот клиент Тоже с нами находится Водитель его Тоже с нами При ремонте Мы ничего не скрываем Пожалуйста Любой вопрос задавай Все что он Допустим Видит Пожалуйста Мы все устраняем Хотя на самом деле Здесь мы все Практически уже все сделали Так что вот так вот Друзья мои У нас самая честная продажа Я так считаю Мало кто вам позволит Даже снять это седло Сейчас люди ездят С седлами Кто там знает Что там у них Под седлом творится Поэтому я считаю Что наши продажи Самые честные Не знаю Если кто занимается Такими вещами Это тоже молодец Скажем так Что открывает Показывает Мы ничего не скрываем Поэтому слово Втюхивать машину Не говорите этих вещей Не говорите Наоборот Мы все в открытую С людьми Показываем Рассказываем Если человек допустим Грубо говоря Он второго сорта Человек который Допустим не понимает Ему все по полочкам Разложили дружище Вот это вот так Вот это вот так Если хозяин Присутствует при ремонте Мы все Видеоотчет Пожалуйста Сняли головку Я ему видео Отправил Вот состояние Медленно вожу Показываю В каком состоянии двигатель В каком состоянии Там гильза В каком состоянии Там головка Все показываем То есть Дистанционно То есть Он знает про свою машину Все Так что друзья мои Вот такие вот дела Хватит писать глупости Хватит писать глупости Я просто сейчас Эту тему закрою И все Я больше Не буду возвращаться К этой теме По поводу задатка Смотрите Не съел этот задаток Вот задаток Типа ты живешь Этим задатки Типа На задатках живешь Это задаток Друзья мои 200 рублей его 50 отдали мотористу 50 на узаканивание И форсунки отремонтировали Вот его задаток И закончил На этой машине Представьте Вот его задаток весь И все Нет задатка Где мне еще досталось Где этот задаток Наоборот Еще помимо я от себя Тут еще столько денег вложил Порядка 450 тысяч денег Это от себя я вложил Это весь мотор Все железо Там Всю ходовку Всю новую Там под него В общем все делали То есть его Наша несостоящаяся сделка Она не накормила Моих детей Она наоборот Забрала их еду Потому что Он тут ходил Вот Покажу еще раз вам Столько наименований Друзья мои Вот это я должен был Все сделать Это помимо Вот смотрите Вот его Все что мы хотели На этой машине Вот Он дал нам список Мы к этому списку Шли То есть все сделали Как он говорил Понимаете меня То есть Еще раз скажу Этот задаток я не съел 50 тысяч Это мотористу 50 Это узаканивание То есть Евро И форсунки Все Вот закончился Вот здесь на этой машине Где этот задаток я съел Три разных человека Им отдали деньги Где этот задаток Мне остался Я не понимаю Что люди думают Что говорят А остальное Уже я сюда вкладывал Свои живые деньги То есть сам мотор Все железо Это стакан Это нарезка блока Это вся поршневая Оригинальная На его глазах Все Это вся ходовка Вся новая Тут еще и куча Много всего На самом деле Куплено На него Ну в общем Друзья мои Вот что я хотел Рассказать про эту машину В общем Бог с ним Идем вперед Друзья мои Они там конечно Палки мне Под колеса суют Они уже Там мешают Чтобы я евро Не мог поднимать Уже здесь Заявление в полицию Написали Там вроде На меня Там в общем Что как евро поднимать Там туда сюда В общем Поставляют мне Суют мне Палки в колеса Как бы я этим На этом евро Ничего не зарабатывал Просто хотел Помочь людям Там хочешь Пожалуйста Вот Сделаем Давай тебе Хорошо И то есть Я на этом Ничего не зарабатывал Мне все равно Они просто берут Палки в колеса Вчера мне говорит Сергей Типа еще Ну вымогатель На самом деле Просто деньги Хочешь сосать И все Я не знаю Иди работай Перевозкой Занимайся Типа я на тебя Заявление напишу В полицию Не знаю То ли как мошенник Я вам уже говорил Что я мошенник Но у меня Друзья мои Самое главное Я вам скажу У меня есть От него Я очень умную Верь сделал Он написал мне Расписку Что у него нет Ко мне претензий Я забыл опубликовать Когда я видео делал Я забыл Опубликовать Вот смотрите Сейчас покажу вам По поводу Петербилда Вот она Расписка Вот смотрите Вот я даже Сфотографировал Смотрите Вот я Симахин Денис Такой-то Вот получил Сделанную машину Петербилд Госномер такой-то Объем работ По замене мотора Выполнен полностью По нашей устной Договоренности Выполнил Такой-такой-то На сегодняшний день Претензий Не имею К выполненной работе Не имею Вот его расписка Друзья мои Вот она Его расписка Вот и все У меня Есть просписка От тебя Что-то нет Ко мне претензий А не видите Что творят Так что Вот такие друзья Дела Ну и чего Идем вперед Не останавливаемся У нас работа кипит На следующей неделе У нас две Отдачи машины Смотрите мои ролики Еще будет много Всего интересного Чуть маленький Таймот был У нас тут Холодные морозы В общем Тут не знаю Для нас Что-то аномальная Погода Минус там 15-10 Для нас это уже Тут снегопада Столько было Что друзья Мы работаем Кстати смотрите Машина в продаже Кого интересует От себя Бонусом Эту машину Покрашу То есть Ту цену Которую я говорил 1.6 Это потом Без резины Аккумуляторов То есть резину Либо оставим Ту резину Которая есть Либо Человек хочет Ну хотел Новую резину То есть Цена 1.6 От себя Эту машину Мы договорились С тем клиентом Только делать Капот И бампер Там как бы он хотел Уголки Но мы от себя Эту машину Полностью Покрасим Человеку Отполируем Честно Не люблю эту малярку Но блин Сделаем Чисто так Принципиально Скажем так Хочу довести Эту машину Вообще Не знаю Может баки Полернем Ну посмотрим Как он получится Хочу его сделать Вообще Как куклу На самом деле Вот так Этот фред зеленый Будет вообще Красавец Так что Друзья мои Заходите Обвес Поставим Обвес На бак То есть Хотите Открытые баки Сделаем Открытые баки То есть Как хотите По салону Там тоже То есть Все индивидуально Под клиента Что он хочет Все сделаем Так то Вот по машине По ходовке Все сделано То есть Сделалось На все На его глазах Еще раз скажу Друзья мои У нас Самая честная продажа При клиентах Пожалуйста Поверьте Они все Понимающие люди Тут нет дураков Они все приезжают Которые основная масса Людей Это первый сорт Которые понимающие люди Они стоят Ждут Пока машины Сделаются У них есть Какие-то Свои требования Мы их выполняем И только тогда Они уезжают Друзья мои Только тогда Они уезжают Тут нет таких Что вот Пришел Закрыл глаза Там Я москов Все сделал Он типа Закрытыми глазами Отсюда Поехал домой Все такое Потом приезжай домой Ооо Там не сделай Там не сделай Такого нету Друзья мои Все ходят Все здравые Все понимающие В основном Люди В основном Как бы Поэтому Если они В машину Отсюда уехал От меня Значит Мы на ней Выполнили все То что мы договаривались Я на самом деле Я понял Что я Стал Ну как Я очень уязвим Скажем Клевете Сейчас любой Возьмет камеру Возьмет Любой Камеру Возьмет Просто возьмет И снимет Какого-нибудь убитого Фреда Либо там Какой-то разобранный Мотор Скажет Вот у Сергея Купил машину Там Якобы Там Не знаю Там Все плохо Там Туда-сюда Может даже Это не мой Фред Понимаете Он просто Любой возьмет Сейчас камеру Покажет какую-то Ситуацию Вот я у Сергея Купил машину Вот такая Там Примеру Я понимаю Что Может даже Это не моя машина Понимаете Просто человек Клевету Несет просто А люди Начинают верить Сейчас В данный момент Я сделал выводы Друзья мои Все переводим На бумагу То есть То что он простил То что мы на машине Абсолютно Будут писать Все что мы на ней сделали Что мы изначально Договаривались Все заказ Наряд будет Все на бумагу Переходим Друзья мои Я как бы Прислушался к вашим советам Переходим на бумагу Будем все записывать Так что Друзья мои Вот такие вот дела Все будем фиксировать То есть Клиент принял машину Поставил подпись Что он принял машину То есть Я свои обязательства Перед ним тоже расписал Он принял машину И у него нет ко мне претензий Едем дальше По гарантии Все же надо Все сделаем То есть гарантию Установили Там такую Такую-то Все На эти вещи Которые там Мы договорились С ним Все Просто есть люди Которые К примеру Мотор Как объяснить вам Мотор К примеру Есть люди Которые Мы в мотор Не лезем Вот Приходит Говорит Сергей Мотор Хороший Ну я так Что могу определить Сапун там проверили Там все попроверяли Клапан отрегулировали Вкладыши Проверили Все Ну вот так вот Говоримся Вот такой-то Такой мотор Понимаете вы меня То есть Вот так получается И потом Когда вдруг Он от меня уедет То есть Цена соответственно Машины будет дешевая То есть Дешевле чем С капитальным мотором Он Говорит Мне Сергей У меня там Грубоагровенная Сумма денег Там вот Давай мотор Тебе потом сделаем Если что Вдруг случится Хорошо То есть Я пишу Что Мы мотор Не лезли То есть К мотору Мотор не на гарантии То есть Все Я написал эти вещи Все Завтра вдруг Что-то с мотором Случись Я скажу Дружище Вот Пожалуйста Мы мотор Расписался Мы мотор не делали Ты хотел За дешевую цену Вот пожалуйста Мы мотор не лезли Ко мне Какие претензии То что мы сделали К этой работе Есть вопросы Нет Все Поехали дальше Вот так будем делать Друзья мои Все будем по полочкам Раскладывать Все будем писать Будет фиксировать Так что Вот такие вот дела Друзья мои Смотрите В общем Смотрите дальше Дальше больше Работы Много Заказов После тех Этих Последних событий Еще заказали Две машины Друзья мои Так что Работа кипит Все Очень много Мыслей Очень много Всякого интересного С этими американцами Так что Всего доброго Друзья мои Не болейте Самое главное Этот зелененький Фред Себя еще покажет Все Друзья мои Всем пока Не болейте